Хотелось бы рассказать о впечатлениях после работы в школе, работы с детьми. Тему поднять хочется про взаимоотношения современных подростков с родителями, между собой, со школой, с учителями. Изначально, когда я учился в ВУЗе, нам рассказывали о том, что учитель несет на себе воспитательную функцию, образовательную функцию, но сейчас учитель, я уже об этом немножко говорил, эту функцию не так особо на себе чувствует и несет, да и в принципе непонятно, чему воспитывать, потому что некоторые учителя, например, верующие, конечно, отсылаются в морали, в своих идеалах к религии. Если человек неверующий, то он уже там по своим каким-то убеждениям рассказывает. Схема того, что отдать ребенка в школу и там ребенка пусть воспитывают, она в принципе сейчас работает, да, потому что вот ребенок должен в школе, его там должны научить, его должны воспитать. Учителя же в свою очередь часто говорят о том, что ну какая семья, такой ребенок, это видно из тех проблем. Ну, семьи, да, например, если не следят за ребенком, то само собой ребенка заинтересовать намного сложнее и как-то его направить куда-то сложно, если ты родителям звонишь, а бывают такие ситуации, звонят родителям, а там видно, что родитель не трезвый, например, в состоянии или, например, звонят родителям и видно, что, ну или общаются на родительском собрании с какой-нибудь семьей, а там раскол, разлад, разводятся люди и родителям, в принципе, нет никакого дела до своих детей. Но я бы сейчас сконцентрировал внимание на том, что чаще всего и одной из самых острых проблем, на мой взгляд, в наше время является тем, что родители часто откупаются от своих детей, но такая проблема, она и у классиков, наверное, поднималась не раз, да, то есть когда ты читаешь какое-нибудь произведение о том, что там сын своего отца понимает, что его отец отправил так, чтобы как бы с глаз подальше, дал ему образование, таким вот образом там заплатил за него и ребенок подальше находится. То есть сейчас этот процесс происходит, я бы сказал, намного в большем количестве семей, да, и когда родители просто не знают, не понимают, чему воспитывать своего ребенка и как воспитывать своего ребенка, потому что, опять же, те условия, в которых находится современный родитель, они, на самом деле, ужасно приходится выживать, об этом тоже говорил, но вот то, что называется от зарплаты до зарплаты, непонятно, какое будущее, непонятно, что делать дальше, и очень часто сталкиваешься с растерянностью в глазах родителей, потому что они не знают, что делать со своими детьми. Об этих проблемах, например, писал, ну, частично затрагивал эти проблемы и Макаренко, великий-великий педагог, но вот, и он говорил о том, что на семью положиться нельзя, должно воспитывать государство, у нас же сейчас какой-то разлад в этих позициях, потому что, с одной стороны, в школе официально, у нас воспитание не должно происходить по бумагам каким-то, администрация очень сильно переживает за те моменты, когда ты контактируешь с родителями без ведома, классного руководителя или без свидетеля, потому что родители могут анонимку написать, например, на учителя, но это потом прокурорская проверка появляется, эти опасения тоже оправданы. Также у родителей нету каких-то ценностей и целей, да, и у нас, например, у нас был один хороший педагог, ещё когда учился, он говорил о том, что надо воспитывать не детей, а из детей надо воспитывать будущих родителей, потому что прошлых родителей уже не перевоспитаешь, это уже взрослые люди. Детей воспитывать как детей нельзя, то есть детей надо воспитывать как взрослых, потому что они будущие родители, им всё равно нести какие-то ценности. Во всём этом ключе с растерянностью родителей, с невоспитанными родителями, я имею в виду, как родителями, то есть с тем, что осознание у них, что они будут родителями, что они что-то будут привносить в этот мир, в это общество, приходится сталкиваться. И вот эта растерянность, она толкает часто старшее поколение, причем поколение, которое родилось еще в Советском Союзе, а после 90-х годов, когда поменялось кардинально, ценности сменились, то, грубо говоря, многие родители были пионерами, комсомольцами, кто-то там партийными был, а потом это все оказалось ненужное, во-первых, и чувствуют стыд за то, что они как бы потеряли ту страну, в которой жили с одной стороны, другие пытаются оправдаться тем, что вот они сейчас хорошие условия для своих детей создают. И таким образом, вот этот лозунг о том, что дети – цветы жизни, он сейчас такой один из самых, ну, можно сказать, на слуху, да, то есть что такое дети? Дети – цветы жизни. Всем все понятно, казалось бы, да, дай условия цветку, и цветок будет расти. Но проблема в том, что если ты дашь цветку слишком много солнца, то он завянет, если ты слишком много воды нальешь, то он тогда у тебя загниет, да, корни подгниют, об этом почему-то очень сильно забывается. И часто сталкиваешься с тем, что ты видишь, как родители, одни с очень большой любовью относясь к своим детям, давая им все, что они хотят, потакая буквально каждому желанию, и в итоге там баллы в ней появляются, да. Другие, наоборот, слишком выставляя жесткие условия, и ребёнок не живёт своей жизнью, а он выживает, и он получает там, ну, отличники часто страдают от этого, да, когда им ставят условия. Можно сказать о том, что да, такие проблемы были там в Советском Союзе, были там 20, 30, 40 лет назад, да, об этом тоже писалось. Но сейчас кардинальная разница в том, что помимо того, что нету такого общего ориентира, да, на что ориентироваться, брать, но вот, то ещё есть проблема такого массового устройства развлечений. Ну вот, когда родителю проще всего не самому о каких-то простых вещах, да, придумать и позаботиться, как провести там ребёнку, интересно праздник, придумать какие-то конкурсы, выехать на природу, и там эти конкурсы с детьми провести. А, можно заказать какой-то себе конкурс, или там каких-то людей специально обученных, профессионалов. Казалось бы, удобная сфера услуг, но, опять же, как сказывается на детях? Дети видят, что им покупают счастье, в прямом смысле это видят, потому что приходит какая-то неизвестная тётя или какой-то неизвестный дядя и устраивает праздник. Я видел таких ребят, которым родители тратят огромное количество денег, сажают своих детей в кафешки, там у них какие-нибудь нанимаются аниматоры, которые их развлекают. На ребёнке это всё сказывается, ребёнок это всё видит и чувствует. А когда ребёнок сталкивается с настоящей своей проблемой, были такие случаи, что ребёнок там не мог себя преодолеть, и всё семейство из мамы, папы, младшей сестры и собаки выходило на улицу и давало 2 часа побыть ребёнку дома, чтобы он разобрался со своими проблемами и сложностями. Вот он там психовал, что у него что-то не получалось, родители подумали, что ему надо побыть одному, и все ушли. То есть не тот момент в том, что, дорогой мой, ты должен это сделать, и это твоя обязанность в школьной учёбе, а тут всё семейство собирается и уходит. Это такое перенасыщение ребёнка. Плюс вот такое откупание от ребёнка. Или ты сделай вот это, а мы потом тебя сводим туда-то. Такое торгашество определённое. Оно, конечно, во все времена, скорее всего, существовало, но в нынешних условиях, когда, как я говорил в прошлом блоке, когда у ребёнка идеала есть халява, когда родители потакают этой халяве, то получается, что ориентира взаимоотношений никакого не выстраивается, целостного. А получается такое, нужно решить проблему, можно от неё откупиться, и родитель берёт самый простой способ – откупается от этой проблемы от ребёнка. Но очень часто сталкиваешься с тем, что детям платят деньги за их оценки. То есть пусть привыкают к большой жизни. То есть ценные знания уже начинают приравниваться знания, познания, каких-то таких, казалось бы, вековых вещей, с которыми как можно давать деньги за оценку, когда оценка отражает просто уровень знания ребёнка. То есть не стараться объяснить ребёнку о том, что ты должен получить знания, потому что знание, оно тебя развивает, оно тебе даст большие возможности, но возможности не материальные, опять же, лучше работу получить, оно тебе даёт возможности реализовать себя как человека, найти себе свой путь, найти то, чем ты должен жить, для чего ты должен жить. То тут получается, тебе дают за это деньги, и дети фактически на зарплате своей получаются, и такие случаи происходят. А когда у ребёнка происходит сложный какой-нибудь момент в его социальном окружении, когда он с кем-то ссорится, ребёнок не может прийти к своему родителю и поговорить по душам, потому что он привык к таким формальным материальным отношениям, взаимоотношениям с ребёнком. Причём, насколько я столкнулся и смог определить вот эту границу, что это присутствует что в сильно обеспеченных семьях, что и в слабо обеспеченных семьях, я имею в виду материально. То есть, грубо говоря, копировать вот эту вот модель взаимоотношений таких финансовых в семье начинают и те люди, у которых нету такой даже возможности. Когда ребёнок приходит, ну я тоже об этом частично говорил, покупает себе, просят планшеты, а у него родителей нету этих денег, родители со всей любовью своей, с большущим трепетом собирают эти несчастные 20-30 тысяч на планшеты, такие реально в обычной самой школе у какого-нибудь пацана бегают с этим планшетом. Но они всю любовь свою отдают на это, но получается они любовь свою отдают не в каких-то делах, поступках или в словах, о которых по душам можно поговорить, они вещью пытаются заменить ребёнку какую-то простое тепло или любовь. Но это если брать конкретно семьи. Дальше я уже немножко говорил о взаимоотношениях между подростками, о том, что такие же коммерческие взаимоотношения переносят подросток в сферу с другими своими подростками. То есть пока выгодно общаться, мы общаемся. Когда не выгодно, мы не общаемся. Выгода какая может быть? Нам интересно, нам прикольно вместе. Дальше мне не с кем просто проводить это время, поэтому я с тобой это провожу время. И дети об этом спокойно говорят. То есть, грубо говоря, общих интересов как таковых не выстраивается. В той школе, в которой я работаю, у нас порядка 22 кружков есть. То есть 22 кружка по спорту, по занятиям, там, изобразительному искусству, там, шахматы, я не знаю, боевые какие-то есть искусства. 22 кружка. Это всё бесплатно. Но проблема в том, что имея такой гигантский спрос, ребёнок попадает в сферу того, что он приходит в один кружок, в другой, в десятый, в пятый. То есть, грубо говоря, некоторые ребята у меня за год ко мне приходили, возвращались там в 2-3 раза. А при этом они параллельно ходили на какие-нибудь танцы, а ещё при этом на какую-нибудь музыку. И я не вижу плохого, когда ребёнок ходит. Но тема в том, что родители вот с этими цветами жизни, ну, пусть ребёнок попробует, пусть сделает вот это. Но это здесь ему не понравилось. Ну, как же, ему это не нравится. Пусть он ещё пойдёт туда. И, казалось бы, это такие банальные, простые вещи, но они работают массово. И встречаешься с каким-нибудь родителем, который говорит, ну, вот у меня ребёнку что-то не понравилось пойти на спорт, и он ушёл со спорта. Потом пошёл на танцы, ему не понравилось на танцы, вот он и пришёл к вам. Вот он у вас там может на рисование ходить, ему нравится, и вот он к вам ходит. И вроде бы здорово, да. Казалось, ребёнок попробовал и так далее. Но ребёнок начинает это пробовать не потому, что он не может… Не потому, что он то не получилось, или тем он не заинтересовался, а потому, что у него есть возможность вот этого выбора, и он понимает прекрасно о том, что я могу здесь побыть, могу здесь побыть. Я подходил к некоторым девочкам, которые неплохо учатся, довольно-таки хорошо спрашивал, вот что ты ходишь? Говорю, ты ходишь на там драм-кружок-кружок по фото, мне ещё и петь охота. А девочка мне говорит, так чаще с уроков снимают. И я знаю, что это не плохой ребёнок. Ну, нельзя сказать вообще там плохой ребёнок. Я знаю, что это ребёнок, который учиться может, там с мамой я вижу, как она взаимодействует, всё вроде бы нормально. Но такое циничное отношение о том, что просто так можно прохалявить, оно есть. И ребёнок это воспринимает нормально. То есть, грубо говоря, понимаешь о том, что ни в семье, ни в учителях, которые рядом оказываются, часто не срабатывает документ сказать, подожди, так как бы не есть хорошо. То есть, надо выстроить свои отношения к жизни по-другому. Но с этим сталкиваешься. И вот в такой разрозненности точно так же начинается отношение к детям. Я вот начал с того момента, что интересов общих нет. Грубо говоря, в целом у нас получаются такие болванки, если ребёнка воспринять, как деталь. Вот Макаренко, он относился к детям и к воспитанию как к процессу производства. Он говорил о том, что брака не должно быть. У нас получаются такие болванки, которые ни в какое дело не входят, нигде не задерживаются. То есть, они идут конвейером. Их там чуть-чуть потёрся, там чуть-чуть потёрся, и выхода никакого не получается. И так же они даже, ребята, не могут найти точки соприкосновения между собой. Те, которым удается это, у них получается какое-то братство. Например, в спортивном, физическом действии. То есть, когда там спорт идёт или танцы, то там проще, потому что там уже ответственность, коллектив, есть какие-то основы, зачатки коллектива. А когда мы берём более такие, где человек индивидуально работает, там тоже самое рисование, можно, конечно, построить коллективную работу, то там уже сложнее начинается выстраивание таких дружеских уз, на общих интересах, на общих делах, на общем каком-то преодолении. Поэтому дети взаимодействуют друг с дружкой непосредственно по принципу удобства на данный момент. И опять же, чувствую то, что никакой дальнейшей сферы, то есть, грубо говоря, неважно, сколько ты классов закончишь, неважно, в какой вуз поступишь, важно, на какую-то работу устроишься, это всё в школе есть. И дети это уже понимают с самого-самого маленького возраста. То есть, грубо говоря, они понимают, что те условия, в которых они живут, вот эти рыночные отношения фактически, влияют на их жизнь напрямую. Они понимают, что ни на чём держаться нельзя. Также и с дружбой. Они понимают о том, что вот с этим выгодно дружить, с этим невыгодно дружить. Даже, казалось бы, у нас были такие моменты, там есть ботаники, вот так их называли, ботом или ещё как-то, который отличник, списывать у них можно. С ними можно как бы дружить, казалось бы, какое-то такое рациональное зерно, дружить с ботаником, потому что дружить с ботаником. Так у того поколения, которое я сейчас вижу, у них даже этого нет. Потому что приоритет получить там хорошую оценку или получить знания, он стоит ниже, потому что ты должен будешь потом что-то этому ботанику. То есть, дети боятся оказаться в долгу и взять на себя ответственность, вообще какую-либо. И последнюю сторону, которую я хотел там рассмотреть, это сторона взаимодействия с учителями. Но опять же, учителя обычные люди, от них не надо требовать, что они должны быть сверх какими-то супер великими учителями. Все учителя разные, по-разному попадают в школу, кто-то идёт в школу, потому что сам не знает, куда там идти, кто-то идёт именно за заработком, потому что больше нигде ничему не научился. И учитель, опять же, не понимает, для чего воспитывать детей, в определённой растерянности появляется. То есть, грубо говоря, идеи, для чего ты воспитываешь современное поколение, какую цель ты себе ставишь, среди учителей очень сложно найти. Потому что, когда начинаешь спрашивать простые вещи, а для чего там вы в школе оказались, или какую цель там вы ставите, этот вопрос вызывает смутное такое непонимание, с чего, собственно говоря, вопрос задан. Но, то есть, к сожалению, учителей в этот момент тоже не обсуждается, куда двигаться, и для чего детей воспитывать, вообще чему воспитывать это. Поэтому, когда ребёнок оказывается в сложной ситуации, он не знает, куда пойти. Друзья ему не друзья. Дети это прекрасно понимают, напрямую спрашивающих. Родители дома не примут, они откупятся, скорее всего, от тебя. В школу прийти к учителю, а что у него спросить? Конечно, в этом смысле учителя несут на себе такой крест, и отвечают на вопросы. Часто ученики даже видно, что они приходят с учителями, говорят, спрашивают вопрос, казалось бы, который можно было разрешить со своими друзьями, или у себя дома. Они приходят к тебе с этим вопросом. Это, конечно, приятно, когда к тебе ученик с таким вопросом приходит, но ты понимаешь, что фактически ничего в этом мире не отвечает простым вопросам ребёнка. Это, конечно, очень тяжёлый момент. Дальше я хотел сказать ещё про социальные сети, потому что очень сильная подмена произошла в социальных сетях за счёт того, что большое количество времени там тратится. Это не есть плохо, это хороший инструмент для общения. Это может поговорить с человеком, с которым общался 100 лет назад. У тебя может быть 200, 300, 400, 500 тысяч во френдах. Но проблема в том, что живое общение, понятно, подменяется, но вот в этом виртуальном мире человек начинает оценивать мелочи, то есть поступок и слова уже перестаёт нести за собой какую-то роль. Грубо говоря, тебя могли там послать чуть ли не матерным текстом в сообщениях, потом вы на следующий день увидели в школе, даже никто не извинился друг у дружки, вы вроде продолжили своё общение. Но такие факторы, как «а ты не пролайкал мои фотки» или «а почему ты не добавил меня в друзья» становятся сущностными для детей. То есть, грубо говоря, те вещи, которые являются… материально никак не отражены в этом мире, начинают быть важными для ребёнка. То есть, вот как я, например, в том блоке, где говорил про такое представление, оторванное от жизни, то, конечно же, вот эти социальные сети, они тоже отрывают очень сильно детей от общения. И сейчас встречаешься с ребятами, которые говорят, «Да нет, он типа не ходит с нами гулять, он там сидит опять в ВКонтакте или ещё где-то». А когда ты, например, просишь ребёнка, «Ну, сделай ты там репост в группе нашей важного материала или фотографии», он не может это выложить, для него это уже кажется каким-то архиважным делом. То есть, нажать три кнопочки на компьютере, это уже превращается в дело или в поступок. То есть, такая подмена и стирание определённых границ, где реальность, где нереальность, она точно так же присутствует в этих социальных сетях. Ещё одна из самых больших проблем, о которых бы я тоже сказал, потому что казалось бы, почему родителям не сесть и не добавиться в друзья к своему сыну или ребёнку, дочке ВКонтакте, например, в том же самом или Фейсбуке, да и просто посмотреть на плейлист, который есть у ребёнка или на тот момент, как ребёнок общается в этих сетях. Очень многие вещи бы вскрылись просто для родителей, они бы поняли, волосы бы там на загривке стали шевелиться. Потому что те песни, которые я сейчас слушаю, и вот это, в общем, поп-культура, я в ней не сильно знаю её, но пару песен, плейлистов, которых я прослушал у девочек из 6-го, 5-го класса, которые ко мне начали ходить на занятия, я ужаснулся от цинизма, который есть. И очень простые такие вещи, когда в песне спокойно поётся каким-то, типа читается рэп, но вот такой сложенные слова, хороший речитатив, можно сказать, хороший бит, можно сказать, но смысл и посыл такой, что определённые сексуальные услуги выполнит девушка за то, что у меня есть деньги, культурно назовём вот это вот всё, оно проскальзывает в потоке там тысячи песен у этой девочки, но эта девочка 6-й класс, и эта фраза, но она всё равно где-то на подкорке у этого ребёнка остаётся. Этими песнями перекидываются, это всё очень круто, интересно, здорово, но проблема заключается в том, что настоящего живого общения у детей не получается. То есть они могут меняться музыкой ВКонтакте, ну казалось бы, там когда-то записывали кассеты, передавали друг дружке, но что такое записать кассету и передать её другому человеку? Это надо подключить два магнитофона к дружке, засунуть, найти кассеты, перекопировать, саму кассету найти, перенести своему другу. А что такое сделать, кинуть музычку своему другу? Это лайкнуть там ВКонтакте, например, и перекинуть, и всё. То есть два разных уровня действия, и две разные сложности этого действия. И как бы вот, если вот так всё собрать, потому что фактически ребёнок современный, вот этот цветок жизни, получается на самом деле, имея кучу, казалось бы, вокруг него возможностей и удобных инструментов для воздействия на это ребёнка фактически очень мало используется что родителями, что между детьми самими. То есть, казалось бы, тот же самый интернет даёт. Какие возможности? Хочешь домашку списать? Да вон тебе, сфотографировал конспект, переслал. Даже это не работает. То есть ребёнка это уже становится лениво сделать. А, мне нужно там переслать ему конспекты. В течение недели ребёнок другому пытался переслать конспекты. Казалось бы, маленькое мизерное действие. То есть, настолько получается, малое взаимодействие, что ребёнок или подросток уже путается и не понимает, что по-настоящему он сделал, а что он только подумал сделать. То есть, вот этот шаг от мысли до действия очень часто пропастью становится. Но вот ребёнок много-много-много, кажется, думает, переживает и чувствует, а действий никаких не совершает. То есть, такой опять же разрыв идёт. Такого идеального и материального. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...